Девушки отдыхают И дача на пороге Ах, сказала кошка, слушая их разговор Эта женщина очень умна, но, конечно, не умнее меня Ридирт Киплинг, кошка, которая гуляет сама по себе В самый первый день первого весеннего месяца По стихийно сложившейся традиции в России отмечают День кошек Безусловно, кошка это умное животное И если, в отличие от собаки, она не приносит брошенную хозяином палку То это только лишь потому, что кошка не считает себя обязанной Выполнять глупые приказы человека А у многих народов даже существует поверье, что кошки проживают не одну жизнь И уж одну из них кошка точно проводит на даче Ведь кошка, пожалуй, самый главный житель и хранитель дачных угодий Хозяйка приусадебного королевства Начало весны Первые цветы И уже долгожданные заботы о наступающем дачном сезоне Ведь именно на даче, как правило, мы и окружаем себя многоцветием и разнообразием Облагородить приусадебный участок можно с помощью незатейливых красивых плетеных украшений Которые, кроме эстетического наслаждения ими же самими, еще и служат прекрасными кломбами Разнообразные по цвету, фактуре, размеру, форме и объему Плетеные корзины, кашпо, стойки А пока не распустились цветы настоящие, пусть радуют глаз их прекрасные заменители А это забавные хранители урожая и дачного уюта Думаю, найдутся среди нас с вами дачники, которые отдых на природе воспринимают действительно как отдых Для вас удобные мягкие кресла-качалки Уютные маленькие домики для дачных грез Дорогие садоводы-любители Запасайтесь инвентарем, семенами Специальными горшочками для рассады Это только кажется, что до лета еще далеко На самом деле посадочная пора пришла Добро пожаловать в Сигму за идеями и помощниками Удачного вам дачного сезона! Первое марта день кошек, а дальше восьмое марта И может не случайно, что совсем рядышком за днем этих грациозных и умных животных Следует день других кошечек, таких милых и любимых, таких разных и непредсказуемых Дорогие девочки всей страны, с вашим первым весенним праздником Искренне надеюсь, что в этот день вас просто засыпали приятными признаниями, цветами, сюрпризами А вот, кстати, еще один, так сказать, на сладкое, точнее, на горячее В самом начале весны, да еще и в окружении таких весенних женских праздников Наверное, самое время получить мастер-класс от нового, обворожительного шеф-повара ресторана Карелия Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим жареную фуагра с яблочным татином Это такое очень изысканное, очень праздничное, очень яркое блюдо И, как вы сами знаете, фуагра – это настоящий деликатес Родом из Франции И подадим мы эту фуагра с яблочным пирогом Я надеюсь, в его приготовлении вы мне сегодня и поможете Обязательно! Давайте, Юлия, тогда помогите мне, пожалуйста, займитесь пирогом Надо будет сначала почистить яблоко Вот вам все приспособления Да, я уже видела, я уже наблюдала, я постараюсь Хорошо, а я тем временем займусь приготовлением соуса Это шоколадный соус Я считаю, что он очень хорошо подчеркивает и оттеняет вкус фуагра Для приготовления этого соуса нам необходимо растопить шоколад Растопить его нужно на паровой бане Это необходимо для того, чтобы он не свернулся и приобрел нужную нам консистенцию Это займет порядка 10 минут А в это время мы приступаем к приготовлению фуагра Я отрезаю два кусочка для нашего блюда, вот так наискосок Делать это, конечно, лучше горячим ножом Который вы можете подогреть, ну, собственно, по струе горячей воды Солим, перчим, обваливаем в пшеничной муке И отставляем в сторонку Юлия, давайте продолжим приготовление нашего яблочного пирога Для этого нам понадобится Слоеное тесто Кисточка И емкость для выпекания Нарезаем яблоко красивыми тонкими дольками На две порции достаточно буквально одной половинки яблока Достаточно яблока Давайте теперь смажем нашу емкость растительным маслом Чтобы пирог не прилип Выложим тесто Рядышком? Да И на него сверху красиво наши дольки яблок Получается маленькая шарлотка Да? Только наоборот И слегка посыпаем сахаром Запекаем пирог в духовке при температуре 180 градусов И переходим к приготовлению печени Печень жарит на очень горячей сковороде Без добавления масла Юлия, почувствуйте, пожалуйста, какой замечательный аромат Это действительно, да Я так же раз говорю, что К сожалению, камера не передает всех запахов Но это чудесно И самое главное, что мы же слегка только поперчили, да? Да Поперчили только слегка А вот аромат именно идет, видимо, уже... Видимо, перчик, да, наверное? Нет, на самом деле это аромат именно мутины печени, да Обалденно Обратите внимание, что при жарке выделяется очень много жира Собственно говоря, именно поэтому мы слегка обжариваем фуагре без добавления масла До золотистой корочки Доводим печень до готовности в духовке буквально пару минут Тем временем шоколад уже растопился И мы продолжим в своем приготовлении соуса Для этого мы смешаем крепкий мясокостный бульон Я его уже упарил с добавлением красного вина Вот мы нальем его в кастрюлю И добавим горький шоколад растопленный Илья, теперь у нас все готово Давайте достанем фуагра А вы, пожалуйста, яблочный пирог И приступим к оформлению блюда Перед сервировкой фуагра необходимо промокнуть бумажным полотенцем Выкладываем на блюдо, чередуя кусочки фуагра и яблочный пирог Посыпаем фуагра измельченными фисташками Украшаем шоколадным соусом Листочками любого салата И последний штрих – ароматная клубника Пожалуйста, вот такой шикарный подарок на 8 марта нашим любимым дамам Наверное, самый лучший подарок любимой женщине – это романтичный ужин при свечах Ну и к тому же, еще если этот ужин приготовлен руками настоящего профессионала А еще немаловажно, если этот ужин еще и полезен Давайте разберемся во всем это подетально Основа сегодняшнего блюда составляет гусиная печень Что такое гусиная печень? Это субпродукты Чем хороши субпродукты? Дело в том, что субпродукты содержат большое количество минералов, особенно микроэлементов Это и хром, это и цинк Это те минералы, которые регулируют как углеводный, так и липидный обмен Здесь есть и селен Селен является активным антиоксидантом, минералом, который формирует естественные защитные силы организма Селен также является и онкопротектором, который защищает нас от развития возможных онкологических заболеваний Гусиная печень достаточно жирный продукт Но тем не менее, содержание ненасыщенных жирных кислот, которые более полезны для нашего организма Здесь все-таки больше, чем насыщенных Хотя и те, и другие нужны для нормального функционирования нашего организма Ну и следует сказать, что есть блюда, которые являются блюдами праздника Они, может быть, не должны быть каждый день на нашем столе Но тем не менее, иногда должны украшать нашу жизнь и присутствовать на нашем праздничном столе Ну что, давайте пробовать Наше меню теперь делится на три части Значит, в первой части представлены диетические блюда Одно из которых мы пробовали с вами в прошлой передаче А это блюдо из европейского раздела нашего меню Давайте попробуем Давайте, приятного аппетита Спасибо Кстати, подмечено, что в тех регионах, где часто используют это блюдо В общем-то, не отмечается повышение уровня холестерина в крови Даже, так сказать, при частном употреблении его в пищу И, кстати, население этих регионов отмечается в длительной продолжительной жизни И они живут долго и счастливо Как приятно, когда тебя балуют руки настоящих профессионалов Кстати, дорогие мужчины, у вас тоже есть такая возможность, да, Витягорь? Ждем вас в ресторане Горелия Бон аппетит! И еще один из первых весенних праздников я ну никак не могла обойти стороной Сегодня, 9 марта, Всемирный день, DJF Слово DJ, как известно, это привиатура от английского DJ Disjockey И это слово определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку Первоначально по дискам понимали, конечно же, пластинки Но в последние годы понятие DJ K подразумевает все виды музыкального воспроизведения Вне зависимости от источника музыки Поэтому всех, кто выигрывает положительные эмоции, проигрывая музыку Всех, DJF клубных, радио DJF, а также DJF по жизни С праздником! Музыки вам не только на пластинках, но и в душе Музыки вам не только на пластинках, но и в душе